Матч ТВ Юрий, добрый день, поздравляемся с вызовом в сборную Много молодых ребят, сейчас приехал в команду в первый раз Максим Мухин, вы уже человек с большим опытом Вам 33 года, и вот вы впервые в сборной Есть какая-то разница в ощущениях, когда человек в 19-е вызывает первый раз в сборную И вам 33, и вы сейчас привлезли Я с Мухой не общался на эту тему Я не знаю его эмоции, его переживания по поводу того Или он самолчает Ну, да, с Мухой поближе общаюсь И я думаю, примерно ощущения одинаковые Ну, конечно, мне полегче, потому что возраст у меня повыше Вот, но я думаю, примерно одинаковые ощущения А эмоции сильные вообще, учитывая, что вы все-таки не самые юные футболисты Вы всегда верили, что это будет в вашей жизни, или нет, не было такого? Сильные, конечно, эмоции Это мечта детства Я говорил уже много раз на интервью Поэтому Ну, нужно уже, как сказать, успокоиться И как будто Почувствовать себя как дома, чтобы Работать продуктивно и вносить пользу Юрий, один из возрастных футболистов, как ты говорил, что у него желание такое Когда получил вызов, ну здорово сейчас приеду, получил форму, играть вряд ли буду Поэтому на память что-то останется У вас наверняка мыслит что-то побольше В составе сборной России, на официальной вашей Ну, я слышал, да, такую байку То, что мне хотя бы приехать, сфотографироваться и уехать Чтобы на память осталась фотография Нет, задача Подчеркнуть Побольше Подсказок От Антохи От Динкраса Получить какой-то еще опыт И Становиться еще сильнее И Как можно чаще вызываться в сборную И приносить ввозу Юрий, сейчас все обсуждают матч чемпионата Испании Сиелева и Лидолит, который состоялся накануне Там брата Сиелева, он на 94-й минуте Забил мяч и спас Сиелеву от поражения Видели ли вы этот момент? И может быть у вас лично Были какие-то мечты? Представляете, что вот так же в матче, когда ваша команда уступает Вы приходите к воротам соперника и забиваете мяч? А когда это было? Ну, буквально вчера вечером Я, если честно, у меня вчера такой тяжелый день был И я не спал после игры Там еще плюс Здесь много организационных моментов было Я даже новости не открывал Вы время посмотрите, это очень эпичный момент Обязательно посмотрю Он забил гол, получается Он забил гол, да И вот вы представляете себе, что возможно так же выходитесь в ворот и забиваете мяч? Ну да, у меня даже в карьере был момент Я на 94-й минуте почти забил Как это было? Мы играли с Тосно Подача с углового на 94-й минуте получается Одинок проигрывали И я ударил поворотом головой Там мяч прям, я не знаю В двух сантиметрах от штанги прошел То есть вратарь бы не вытащил Это было так же Поэтому Да, это как бы приятно Я думаю, ощущение, когда ты спасаешь команду На последних минутах от поражения Ну, в основном от поражения От ничьей никто, наверное, не бегает, не спасает команду Совсем недавно вы вытащили пенальти Тоже, можно сказать, решили из хозматча вытащить пенальти от Артему Дзюба Успели с ним эту тему обсудить здесь В порядке шуток Немножко подкалывали И он вчера мне пробил Взял реванш и забил На тренировке После того вызова в сборную Паблик в ГИК стал продвигать историю О том, когда у тебя пауза в карьере Ну, в Барнауле ты жил И прежде чем ты стал загребать в любительской команде Ты прям очень сильно пил Ну, бухал, пил пиво там Вы знаете, там Только скажи что-нибудь Корреспонденту Он там уже через три человека Уже настолько переврут Я же говорю Там было Давно это интервью было Где я говорил Что я в 14 лет попробовал алкоголь А они уже сказали То, что я бухал Поэтому Я же говорю Меньше нужно верить Особенно таким пабликам Как там Не знаю ГИК Вот здесь Есть интервью Можно его прочитать А в любом месте Там нету интервью Что я там Лютое Ливу бухал С 12 до 15 лет А Юр, есть у вас какой-то ориентир в карьере Вратарь, на который вы равнялись Некой легенды для вас Ну, в детстве у меня много было кумиров Вандер Сар Мне нравилось Ну, мы как бы Телевизоров особо Трансляции особо не было по телевизору В моей молодости В моем детстве Мы там больше Так Как бы Из журналов Там где-то прочитаешь Там посмотришь Еще там у меня у друга журнала будет футбол Вот И Ну и уже потом Когда чуть возрослее стал Там уже, да Появились трансляции Там и Мне Вандер Сар Там нравился Кто там еще По настрою Там По накалу Оливер Камбу Ну, это вот И с тех времен Но я больше на полевых равнялся почему-то У меня больше полевых было кумиров Там У меня вся комната была По сторонам Кто главный Ну Главного нету Как бы Было там несколько Там Роберто Карлос Я говорю Смотрел Как на его мышцы Где у меня такие мышцы Будут Вообще Мне Нет такие Я бы что-то Помечил Лупил И вот Голову Когда он забил Штрафного Там С 40 метров Обойдящее Мудар Вот У Гинтера Ставча Уже какие-то новые Интересные упражнения Увидели Поучаствовали То, чего не было у вас В клубах У всех Да Тренировочный процесс Отличается У Гинтера Сосвоя То есть Вполне Приемлемо И все Грамотно Все Поэтому Хорошо Леонид Виктор Еще Как-нибудь Весело На пусту Да Нет Сказал Главное Без травм И закрепиться Забавно Еще есть Леонид Викторович Сам был тренером Сборной России Все равно Какие-то моменты Он подсказывал Как себя может Вести Нечеркал Все Спасибо Коллеги Спасибо 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 Спасибо